Привет, я Клифф Хенгер, и это фильм «Возмездие». Бывший военнопленный спустя годы встречается со своим палачом. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Основанный на реальных событиях фильм начинается с того, что главный герой Эрик Ломакс лежит на полу и читает вслух стишок-считалочку про удары часов. В следующей сцене он в клубе для ветеранов читает старый журнал расписания поездов. На вопрос боевого товарища Финли герой рассказывает, что с ним недавно приключилось. Ломакс по старой привычке путешествовал по стране на поездах в поисках раритетов, связанных с железной дорогой. Он подсаживается к Пати, женщине, ставшей свидетельницей разговора с проводником. Эрик рассказывает план путешествия с многочисленными пересадками. Это служит завязкой разговора между ними. Пати говорит, что хочет посетить побережье, обмолвившись будто ненароком, где и когда ее путешествие закончится. Беседа обрывается на следующей станции, где герой выходит. Ломакс признается сослуживцам, что влюбился. На резонный вопрос, что он с этим поделает, Эрик выходит из клуба и идет на вокзал. Здесь он якобы случайно встречает Пати, которую приглашает в гости. Во время обеда женщина пытается захватить власть на кухне, но мужчина не поддается. У него свои секреты кулинарии. Заканчивается все поцелуем и манипулятивным требованием сбрить усы. Следует череда свиданий, смонтированных одной нарезкой. Все закономерно приводит к свадьбе, на которой сослуживцы Ломакса недвусмысленно отдают часть. Следующим утром герой просыпается и видит возле постели японского солдата в форме времен Второй мировой. Он выводит Эрика через банкетный зал на улицу и к лагерю для военнопленных, который охраняет еще несколько японцев. Внутри есть маленькая комната с деревянной дверью, куда его силком волокут. Когда героя заталкивают внутрь, он падает с постели на пол в гостиничном номере, рыдая в голос. Событие переносятся из Англии 1980 года в Сингапур 1942. Молодой связист Эрик Ломакс вслушивается в эфир, когда входит майор, чтобы сообщить, что под давлением обстоятельств их подразделение сдается в плен японцам. Но предварительно необходимо уничтожить секретные данные. Разбирая рацию, Ломакс забирает некоторые детали. Связисты выходят из бункера и видят, как британскую военную базу захватывают японцы. Они меняют флаг и активно хозяйничают. После пленных выстраивают в шеренгу на железной дороге прямо перед составом с товарными вагонами. Они передают друг другу запчасти, вынесенные из базы, когда японцы велят рассчитаться по порядку. Однако после 10-го британцы считают, как колоду карт – валет, дама, король. Ломаксу достается почетная роль туза, после чего охранники дубинками загоняют их в вагоны. В 80-м взрослый Эрик переживает травмирующие воспоминания в одиночестве, отказываясь обсуждать их с новоиспеченной супругой. ПТСР не дает ему покоя, его мучает бессонница и навязчивые состояния, вплоть до обсессивно-компульсивного расстройства. Патти находит среди множества книг одну с рисунками о зверствах японской армии во времена войны. Последней каплей становится то, что Эрик не оплатил коммунальные услуги. Когда в дом явились коллекторы, он набросился на одного из них с ножом, представляя на его месте японского солдата. Поступок хоть обошелся без жертв, но заставил Патти расспросить Финли о причинах странного поведения. Рассказ Финли возвращает события в прошлое. Пленные британцы едут в закрытых вагонах несколько суток, вынужденные ломать дыры в стенах ради свежего воздуха. На редких привалах конвоиры даже не кормят их, а также прогоняют местных жителей из жалости, дающих пленным воду. По прибытии их ночью ведут через лес, прямиком к рукотворному ущелью, где трудятся десятки изнеможенных узников. Утром японские солдаты предлагают связистам работать на них. Полезные и обученные инженеры, принося пользу, могут дожить до конца войны в более комфортных условиях, чем остальные. Разумеется, они соглашаются, а вечером начинают планировать побег. Но даже если удастся скрыться от охраны, они все равно не знают, где находятся и куда бежать. Ситуацию немного проясняет Ломакс. Он нарисовал по памяти карту, а заодно примерно высчитал, куда их привезли. Получается, что они к западу от Бангкока, но до войны там не было железной дороги. Следовательно, ее прокладывают прямо сейчас, что очень плохо для них. Согласно британским расчетам, постройка тайско-бирманской дороги крайне нерентабельна. Что американские, что британские власти использовали для прокладки собственных путей дешевый труд нищих эмигрантов, у которых просто не было выбора иначе заработать. А в здешних краях проложить рельсы можно только откровенно рабским трудом. Чтобы начать сопротивление, связисты планируют собрать радиоприемник. Для этого используются принесенные с собой детали и запчасти, которые удается найти в лагере для военнопленных. Пользуясь особым положением и доступом к технике, инженеры воруют недостающие детали. Однако конденсатор остался у человека, который трудится в каменоломне. Во время рабочего визита туда связисты застают майора. Офицер полностью вымотан как физически, так и духовно. Он едва узнает бывших подчиненных. После ремонта генератора Ломакс удается забрать недостающий конденсатор. На обратном пути по утрамбовываемым рельсам он спрашивает у охранника, как называется река, вдоль которой проходит путь. Квэй-Яй, отвечает тот, не зная, что всемирную известность она получит под искаженным названием Квай, благодаря мосту через нее. Эта информация нужна Ломаксу для карты. Будучи поклонником железной дороги большим, чем Шелдон Купер, он не применул запротоколировать историческое событие. Герой прячет записи в бамбуковом писсуаре. Работа по созданию радио заканчивается успешным испытанием в кузове грузовика. Эрик слышит новости, что войска Германии терпят поражение, а русские отбили Сталинград и гонят фашистов. Это воодушевляет пленников. Они распространяют весть меж собой, чтобы поднять боевой дух. Однажды утром японские охранники проводят обыски в жилых палатках пленников. Воспользовавшись суматохой, герой бежит к писсуару, чтобы спрятать карту. Но там ее нет. Зато его застукал охранник. Также японцы находят приемник и, выстроив всех в ряд, спрашивают, кто его сделал. Связисты не признаются. Тогда в ход идут более убедительные методы. Банальное избиение. Охранник лупит одного из инженеров палкой. Когда он делает передышку, Ломакс выходит вперед, признавая тем самым свою вину. Он снимает очки, прежде чем охранник начинает избивать его на глазах бессильных товарищей. Эрика две недели выхаживали сослуживцы, накладывая шины на сломанные руки, прежде чем за ним явился офицер из военной разведки. Привязав Ломакса к мотоциклу, он ведет его в лагерь для допросов. Когда герой вернулся оттуда, он никому, даже товарищам по плену, не рассказывал о том, что с ним там делали. И даже спустя 40 лет произошедшее отравляет ему жизнь. Финли признается Патти, что выяснил, как звали этого офицера. Такаси Нагася. Он до сих пор жив и вводит экскурсии в том лагере, где держали Эрика. Финли показывает папку с документами и старый армейский нож. Патти предстоит решить, стоит ли рассказывать супругу. Возможно, спустя столько лет он захочет отомстить. Женщина соглашается, и Финли все рассказывает боевому товарищу. Однако Эрик отказывается возвращаться в прошлое и мстить палачу. Теперь он должен думать не только о себе, но и о своей семье. Финли пытается его переубедить, мол, пока Эрик не закроет гештальт и не встретится со своим величайшим страхом вновь, он не сможет нормально жить. Но Ломакс не преклонен и предлагает проводить товарища до поезда. Гость на прощание говорит Патти, что передаст Эрику послание, которое тот не сможет проигнорировать. Позже чете Ломарков сообщает, что Финли повесился на пешеходном переходе через железную дорогу. На похоронах сослуживцы вновь рассчитываются по порядку, но теперь только до короля. Туза больше нет. Понимая, что Финли довели мучительные воспоминания, Эрик просматривает оставленные документы. В следующей сцене он едет поездом по Таиланду. Его пункт назначения – музей, посвященный военнопленным и жертвам строительства тайско-бирманской дороги. Здесь Эрик наблюдает за экскурсоводом, рассказывающим туристам о местных обычаях. Герой следит за ним на протяжении всей экскурсии, стараясь не попадаться на глаза. Слежка приводит к тому самому лагерю, где его когда-то продержали две недели. Он рассматривает экспонаты, когда появляется экскурсовод. Японец просит гостя вернуться завтра утром, но Эрик называет его по имени Такаси Нагаси и велит сесть. Понимая, что перед ним один из бывших пленников, Нагаси послушно садится и узнает Ламарка. Эрик, сев напротив, предупреждает, что тот скоро умрет, но сперва ответит на несколько вопросов. Флэшбеки возвращают прошлое. Нагаси в качестве переводчика допрашивает его, зачем он собрал рацию и кто велел нарисовать карту строящейся дороги. Японцы уверены, что он шпион, передающий информацию по рации. Эрик пытается объяснить, что приемник без передатчика способен только на одностороннюю связь, но офицеры не желают его слушать. Для начала связиста сажают в маленькую бамбуковую клетку, где толком ни лечь, ни сесть. Его морят голодом, пытаясь выбить признание. Затем просто бьют палками по животу. Одним из способов отрешения отпыток для Эрика стало повторение считалочки про бой часов. Воспоминания прерываются сценами диалога между взрослыми персонажами. Ламарку интересно, почему Нагаси не казнили как военнопленного преступника. Выясняется, что тот представился переводчиком, не имеющий никакого отношения к пыткам. После разгрома императорской армии он принимал участие в расследовании ее зверств. И множество найденных захоронений значительно повлияло на дальнейшее мировоззрение Нагаси. Эрик не верит ему. Он берет биту, которую охранники избивали пленных, и две колодки. Нагаси, понимая его без слов, молча кладет на них руку. Британец замахивается и бьет по столу рядом. Не в силах хладнокровно сломать руку человеку. В приступе бессильной ярости он хватает Нагаси и, приставив нож к горлу, тащит его в клетку. Ла Макс приносит ведро со шлангом, но его отвлекают воспоминания о маленькой комнате с деревянной дверью. Она находится тут же. Именно здесь он сломался, когда его пытали. Клали на лицо тряпку, в рот втыкали шланг и пускали в воду, чтобы он захлебывался. И так раз за разом. Раз за разом, прежде чем юный Эрик Ла Макс не начал звать маму и не согласился рассказать все, что знал. А знал он то, что по радио передавали о плачевных делах императорской армии Японии. Американский флот топил японские корабли. Авиация скидывала бомбы на города. Семьи его мучителей страдали на родине от голода. Война уже проиграна. Лишь вопрос времени, когда этот факт станет общеизвестен. Однако молодой Нагаси не верит британцу. Он говорит, что тот обманывает из-за малодушия. Сдавшись в плен, он способен на любую подлость. Настоящие мужчины погибают в бою или делают харакири, как самураи. Эрик замечает, что скоро у Нагаси появится возможность доказать свои слова на деле. Ламакс возвращается к клетке и спрашивает, почему переводчик не покончил с собой, когда попал в плен. Нагаси отвечает, что правительство и командование лгало им, обещая скорую победу. Только пленный Эрик под пытками сказал правду о незавидном положении их родины. Его сила духа вдохновила японца. Закончив беседу, Ламакс берет нож. В следующей сцене он бредет по тому самому мосту через реку Квай, остановившись на пятачке посредине. Вот Эрик уже на родном английском побережье возле дома, где живет верная Патти. Лишь любуясь родными британскими мостами, герой вспоминает о судьбе Нагаси. Он не убил его, а выпустил из клетки, бросив в итоге нож в реку. Позже Ламакс получает от Нагаси письмо, в котором японец рассказывает о муках совести. По прочтению, Эрик хочет вернуться обратно в Таиланд, но на этот раз вместе с женой. И вот они поднимаются по крутой лестнице прямиком к узкому рукотворному тоннелю среди скал. Это место производит на женщину гнетущее впечатление. Бывший узник и бывший палач встречаются посредине ущелья. Нагаси кланяется Ламаксу и просит у него прощения. Британец передает японцу письмо, где написано, что он простил его. От избытка чувств Нагаси рыдает, и Эрик обнимает его. Фильм заканчивается титрами, сообщающими, что Эрик Ламакс и Такаси Нагаси остались добрыми друзьями вплоть до смерти японца в 2011 году. Через год, в возрасте 93 лет, скончался и Ламакс. Патти оставалась с мужем до самого конца. Субтитры создавал DimaTorzok